Друзья, всем привет из солнечной Паттайи, и это мой четвертый выпуск про Таиланд, а конкретно эта серия будет про ночной рынок Джамтьен в Паттайи, где вы сможете увидеть большое количество людей, которых туда приходят за вкусной и недорогой едой, за вайбом, за одеждой, алкоголем. Также через дорогу там есть пляж, где проходят разные соревнования, игры по волейболу, футболу, также там есть турники и много чего еще. Эта серия будет про ночной рынок Джамтьен, а в предыдущей серии у нас был ролик про недвижимость в Таиланде. Сергей нам рассказал о новой своей работе, он устроился агентом по недвижимости, он продает квартиры в комплексе, который должен вот-вот построиться. Он рассказал нам про стоимость данных квартир, показал их, и это был классный опыт, я ничуть не пожалел, что я навестил его, пришел, посмотрел. Это был реально классный комплекс, где много разных фишек, включая спортзалы, кинотеатр, джакузи, рестораны, сигарные комнаты, винные комнаты, детские комнаты. Здесь удобство, так сказать, 25 живых этажей. Здесь лейзи ривер, где по течению можно на кругах кататься. Здесь искусственная волна, здесь водопад, и здесь будет у нас зона барбекю. Много чего там было интересного, я даже все и не запомнил, но суть в том, что этот проект – отличная ниша для инвестиций. Поэтому, кому интересна эта тема, вы можете всегда задать любой вопрос, который вас интересует, и Сергей поможет вам на него ответить. Также он поможет вам с приобретением недвижимости в Паттайе, да и вообще в Таиланде. Ну а у нас все, мы начинаем. Не забывай ставить лайк, писать комментарий и поехали! А ты первый раз в Таиланде? Нет, я что-то говорю, мы приезжали сюда. А, вот какой-то рынок, смотри. Это продуктовочка, да, овощи. Да? Овощи, да. Что, вот тут надо просто овощи взять и готовить, деть на улице. Тебе надо подыскать жилье умное сначала. Так я не знаю, я буду оставаться или нет. Ты что, это уходи у людей? А? Слезешь, мы приезжаем. Не, но я, может быть, 20-го? Это когда 20-го, ты еще 15 дней жить, надо. И что, прям на 15 дней тоже можно снять что-то? Квартиру прям, реально? Да, ну можно, но это то же самое, что за месяц, да, да. Ну мне тоже так, кажется. Типа я тут беру курочек, давай, погнали. Очень-очень-очень вкусная и нежная, не острая курочка. Самый факт, что тут не острый, а рис. Ну блин, шикарно здесь получается. А, вот это вот вареное, а вот это типа жареное. Да, 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 оно тебе выберет, все порежет, отделит, дает всяких хрящиков. Блядь, первый раз вижу. Суп, блядь, суп какой вкусный вообще, блядь. А, ты вместе дает? Да, вот такой набор у тебя получается за 50 рублей. А, ну как во Вьетнаме, короче. Ну, не знаю. Ты тоже будешь есть или ты не будешь? Не, я поеду. Ага. Я лучше доехать с тобой на рынку потом, и мы на рынке еще вечером с тобой перекусим. А я хотел сказать, что я помню в этом, в Индии искал вареную курицу, но у них такого нет. У них вся курица красная. Да, или зеленая. А вот это нежнейшее просто. У меня просто желудок, ну, еще такой слабый пристротек. Такая же тема. Hello. One extra boil. Какой? Boil. Они как, на английском понимают? Ну, наверное, я пальцем похожу, если честно не понимаю. Ты здесь же будешь есть? Да, у них цена поменялась. Where is it here? Просто на интернете. Нет, ты через приложение заказываешь такси. Да, да, да. Моторбайк сколько стоит? 30, по-моему. 30 тысяч? 30 пат. 190 рублей. 30 тысяч донгов хотел сказать. Я почему-то думал, что я во Вьетнаме до сих пор. Там все то же самое. Вьетнам конкретно. Они еще так мурлыкают, как во Вьетнаме. Мур, мяу. Да, в этом плане у них красиво. Я обязательно выучу их. А где садиться? Вот там. А, в розовый в этот? Да. Пойдем, продем чуть. И этот портфель скину, наконец-то. Мне нравится, что здесь есть чеснок. Чеснок и соуса. Причем соуса необычные. Такие. Интересные. Не как в Индии. Все одно и то же. Бульончик, курица, рис. И все за... Сколько? 50. Я хотел попавить, а потом уже там проникли. Самое вкусное место, где делают подтай. Сейчас поймешь, почему. О, рыба какая-то в соли. Ты послушаешь, как он там делал. Еще не так давно здесь можно было ходить. А? Еще не так давно здесь можно было. Пару месяцев назад? Ну, типа того. Слушай, это круто выглядит. Все, давай, ночной этот. Ночной рынок. Да, оно все блестит. Такое прям... Ух! Намашкар, намашкар метра, метра, намашкар! Кайф! Запах вообще... Намашкар, баба! Намашкар! Бабаджир! Все, роллы какие огромнейшие просто. Это вообще барах. Суси. Пора. Суси сайт? Здесь в жапанец. Ой, не знаю, ты в жапанец. Так вот, где надо кушать, ребят. Серега, а ты там, что ли? Это все одна очередь. Зачем? За подтай. Лапша. Что, типа лапшу не пробовал никогда? Ну, она здесь очень качественная. Блин, я, наверное... Он делает ее как шоу, там прям, я тебе говорю. Там все там фэн-шуй. Вот это Ред Тай. Вот так, что... Пат Тай, Мистер Бум. Вот, да, вот. Они все туда стоят. Вся очередь туда. Камон. Что ты выглядишь, брат? Что-то специальное и что-то визуальное. Индиан, что-то? Шамилью роллы. Не, я тут не... Не тут. Надо, короче, было тебе рюкзак свой отдать, наверное. Один тут единственный с таким рюкзаком. Пат Тай? Камон. А где твой этот куриш? Там, он как-то с другой стороны. Да? А я тогда пойду просто поснимаю. Ты будешь паттай? Не знаю, я только что поел, но, типа, если тут такая очередь, то можешь взять тоже, наверное. А что, там мясо есть? Ну, ты убираешь сам, или сипут, или креветки, или мясо, курица. Да? Да. Ну, давай, я просто к тебе подключусь, когда очередь зайдет. На самом интересном месте. Ну, отсюда ничего не видно, наверное. «Тля бы, ну-ка, я кончу работу!» «Лоэ�-ка, я пусть уважаю на бар telesencerпляшь», «Тля бы, ну-ка, я помню в 0». «М » «П pię. Пробовал тут что-нибудь? Берем в интервью человек, который стоит в этой огромной очереди. Уже прошло 10 минут, но и очередь не теряет своей актуальности. И все почему? Потому что здесь самый вкусный паттай, который делают, он без всякого прикуса масла. Мне кажется, что может он даже жарит на алине, не на пальмовом, так сказать, может и поэтому. Просто на свежом, да хватит его, говорят, с ума сухой. Херло знает, на какому он жарит, но смысл того, что прикусом масла вообще нет. Может он не жарит? Пельмени. Ага, пельмени. А ты тоже с Индии жили приехал? Откуда? С Супы. У нас сегодня были несколько человек с Супы. Вот сейчас речь зайдет о жилье. Как вы искали жилье здесь? У нас небольшая проблема заключалась в том, что мы с кошками приехали. Не с собаками, да? Да, с кошками. И нам нужно было жилье с кошками, понимаешь, в чем дело. И мы искали долго, поэтому. Подольше чем? Да. И в финале пьесы знакомые девчонки, которые здесь знакомые, ходили тоже искали и скинули ей видос с квартиры. Но они уже в это время сняли себе кондик. И мы подорвались в эту квартиру, пришли и нам разрешили с кошками и мы взлетели. Ее объекты. Вам просто надо было вступить в группу с кошками? Да, да. С кошеками. Чтобы там сразу все эти вопросы решать. Тут на самом деле даже отели, которые pet friendly, понял? Но есть такие отели, которые дружелюбные к животным. Но там у них тоже своя коалиция и большинство жителей проголосовали там, что кошек нахрен, а собак можно. И типа они отрицают кошек. Прикинь, с собаками можно, с кошками нельзя. Вот такой прикол. Прикинь, это только русские, блядь, сделают. А, ну потому что кошки обсыкают там все. Ну это опять же, это разные кошки. Собаки тоже могут обсыкать, блядь, если они не воспитанные. Итак, это была рубрика в Таиланде с кошками или вообще, да, за границей с кошками. И пишем жилье, да. Да. А как жилье-то в итоге найти? Через газету? Я говорю, через три рукопожатия. С президентом? Да, да, с царем. С этим чуваком. С королем. Который готовит. Че он там готовит уже килограммов десять, наверное? Смотри, как он это все делает. Я тоже люблю готовить. Все снимают. Да? У меня видео этих, блядь, ну чтоб пять, наверное, разных. Но все они однотипные, конечно. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, сейчас будем пушить? Кстати, вот местную валюту видели. А тоже резидент? Пластиковая, нет? Нет, не пластиковая. Нет, нет, нет. Досовки. Досовки я видел, да. Очень молодой. Я просто в Вьетнаме жил, у меня были пластиковые деньги. Да, да, у меня тоже из Вьетнама. Из Китая. И в Малайзии тоже пластиковые. Очень правильно. Ты все перерабатываешь пластик и делаешь из них деньги, которые они пачкуют. Ты их стирал, они у меня через 100, реально не воняют. Ты в Индии вспомнил вот эти двадцатки какие-то другие. Ну да. Они вот такие вот тряпочные. И не берут рваные. Помнишь, у тебя эти вот стойки? Да, у меня есть пяти хрваные. Не берут все рваные. Чикен. Сейфуд. Вот она наша порция. Не уверен, но... Да, да. Офигеть. Вот я сейчас ездил в духом, мне что-то вообще там все не понравилось. Там они как будто дороже продаются. И там они как будто вообще не настоящие, да хуй они не настоящие. Ой, я забыл, наверное, взять эту хрень. Какой? Я выкину его. Да? Красавчик. Ну да, мы проходили соревнования по водным мотоциклам. Наша Россия тоже команда приезжала, выступала. Сейчас вот один из них готовится к теннису. Или сейчас у них идет что-то, вы видите? Ну, тут намного народа. Народу очень много. Тони Кап. Интернешнл бич теннис опен прайс. Ну вот, смотри, как раз команда из трех человек. Ты и Амирчик сейчас собрались, ракетки взяли в аренду и выехали с Техом. И ни разу не практиковались. Амирчик сейчас собрались в аренду и выехали в аренду. Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Мне вообще во сколько ложатся? А? Ну, кто во сколько ложится? Я думаю, что все, кто в этом городе живет. У них больше ночная такая жизнь. Да, здесь ночные. Скажи какой-нибудь совет у человека, не знаешь? В какую прорубь он может попасть, если не знает закон? Этого, этих зубов. Таец всегда прав. Это не забывай. Ну да. Ты много получил? Главное, ценить и уважать людей, я думаю, вокруг себя. Как-то, не знаю, не вредить этому миру. И все будет карма, сделать свое. Если, конечно, делать какие-то гадости, то они обязательно вернутся к себе. Ну и мороженое. Детям. Мороженое, это систи. Мороженое детям. Мороженое детям. Мороженое детям. Мороженое детям. О, как раз цикл. Она чистая. О, ништяк. Субтитры создавал DimaTorzok